Прикоснуться к искусству, посетить тематические выставки, экскурсии, игротеки и инсталляции. Жители и гости Владивостока посетили акцию «Ночь музеев». «Ночь музеев» – акция, которая проходит ежегодно в разных городах страны. Наша съемочная группа узнала, почему выставки проходили в дневное время, не соответствуя названию фестиваля. На самом деле, потому что мы заботимся о нашей аудитории и посетителей достаточно много, для того, чтобы всем было комфортно пребывать на такое массовое мероприятие, мы разделили программу условно на дневное время пребывания, на вечернее, ночное, для того, чтобы охватить как можно больше посетителей и предложить им как можно больше разных видов активности. В рамках акции в музеях состоялись открытия выставок, кураторские экскурсии, выступления музыкантов, мастер-классы, а также пешеходные экскурсии по главным улицам города. В числе событий были платные и бесплатные мероприятия, рассчитанные на разную возрастную аудиторию. Данные мероприятия посещаем каждый год. Очень интересно различные новые экспозиции, получить новую информацию, потому что интересуемся историей нашего города, нашего края. И если происходят такие события, как сегодня ночь в музее, то всегда пользуемся и приходим, чтобы почерпнуть что-то новое. На самом деле музей Владивостока и музей истории Дальнего Востока – это очень важно для нашего нового, молодого, скажем так, поколения. И поэтому я пришла сюда и привела своего 15-летнего сына. Ночь музеев собрала несколько сотен зрителей. Очередь выстроилась возле главного входа музея Арсеньева. Несмотря на ночное время, многие пришли с детьми. Привел ребенок, ребенку 7. Но на самом деле очень интересно посмотреть на клинки боевые. На некоторых даже есть зазубрины. Я думаю, что это какие-то боевые отметины. Решил, что надо взять этих людей и пойти все вместе в музей. В прошлый раз я тут был, мне очень понравилось. Мы здесь ни разу не были с девушкой. Вот решили посетить. Было очень интересно посмотреть, что организовали. На фестивале были представлены разные инсталляции. Каждому посетителю предлагалось поучаствовать в создании нового городского объекта. Дети и взрослые выражали свое настроение с помощью цвета. За мной находится коллективная инсталляция, которая создавалась с участниками ночи музеев музея города на протяжении всего сегодняшнего дня с 11 утра. С заходом солнца флуоресцентная краска посвечена лампами. И от этого создается такой магический эффект в сочетании с музыкой. Выглядит замечательно. В течение всего дня на уличной площадке возле главного корпуса музея Арсеньева проходили выступления музыкальных коллективов, театральные постановки и сказки с молоком под открытым небом для всех желающих. Жители и гости города вспомнили прошлое, познакомились с удивительным и создали новые воспоминания, потому что история продолжается. Анна Дьякова, Екатерина Князева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.